Портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте в эфире телеканала это он тв программа с большой буквы меня зовут александр гурарье два месяца два месяца израиль введет в войну с хамасом на юге с хизбаллой на севере с хуситами значит на востоке ну и со всеми остальными заодно подписывайтесь на наши каналы кто не подписался в ю тубе подключать к нашему телеграм-каналу там и публикуем материалы которые зачастую не принимают другие платформы частности youtube постоянно банит подобные ролики кто найдет возможным пожалуйста вот там есть две кнопочки супер спасибо и стать спонсором любая поддержка принимается с благодарностью а мы сейчас обращаемся к нашему постоянному собеседнику в этой программе цви магену цви здравствуйте добрый вечер добрый вечер и маген политолог дипломат экспосов израиля в россии и украины аналитик военной разведке полковник в отставке и так цви война два месяца сейчас операция распространяется на юг газы завершено окружение хан юноса армия продвигается на юг и вот главный вопрос в общем-то который волнует не только израильтян точнее не столько израильтян как вот там европейцев американцев и так далее как можно сейчас проводить эту операцию штурмовать хан юноса продвигаться дальше на юг учитывая что там массовое скопление людей больше миллиона в том числе тех кто вышел с севера северной части сектора газы как можно так сказать и хамас победить и не создать проблемы и так сказать не нанести вред гражданскому населению ну во первых вред уже нанесен он скоплено на юге и у него это гуманитарная проблема но это отдельно я не считаю это основной проблемой сейчас потому что так или иначе военные действия ведутся против центров сопротивления хамаса его укрепленных там пунктов позиций и все что с этим связано включая эти подземное метро это не затрагивает население в тот момент когда они будут так или иначе ликвидированы то практически война с хамасом в этом контексте закончена потом начинается конечно вопрос что будет дальше а дальше все уже зависит не от хамаса зависит от тех или иных шагов которые предпринят или израиль или другие партнеры по реорганизации этого региона и в этом контексте это будет один из вопросов возвращения населения на свои места и решение их гуманитарных проблем но основной вопрос на повестке дня это действительно уничтожить сначала скажем опорные системы опорные пункты и так далее хамаса и потом начинать работать уже по организации будущего население там пересидит или переждет именно эти несколько дней сколько еще там осталось пару недель и потом разойдется вот так по-моему так оно и выглядит но конечно нам не дано судить только рассматривать я не могу не задать вам вопрос сейчас все это обсуждают что армия обороны израиля планирует точнее не планирует а уже приступила к реализации этого плана перекачки морской воды закачки ее в эти туннели то есть завезены насосы есть кадры что завезены большие трубы по-моему 5 или 5 метровые вот и значит будет производиться вот эта закачка на ваш взгляд насколько это реально и не может ли это повредить заложникам насчет заложников не знаю и может повредить все потому что в конце концов они в руках амаса и всегда можно потом винить кого хотите в том что они и так или иначе им было несено они уже пытались они же пытались обвинить в смерти нескольких заложников что они погибли от израильских бомбардировок потом когда их нашли тела выстрелы в затылок да это с одной стороны все что касается действительно этого вводного варианта я действительно не знаю что произойдет но я понимаю что возможно существует ее реализация зависит от условий которые создаются ущерб заложникам я не в курсе это всегда я уже сказал по этому поводу что это может произойти в любом контексте будет ли или не будет закачка этой воды то вопрос оперативного толка потому что так или иначе эти туннели надо ликвидировать есть другие способы которые уже употребляются взрывным методом и разные там другие разработки можно закачивать воду напоминаю что в прошлом именно эти методы египтяне решили этот вопрос было много туннелей со стороны газа в египет и обратно египтяне их ликвидировали именно закачкой воды поэтому это не новый способ и он действительно эффективен если не будет необходимо его задействовать очень может быть чтобы ожидать сейчас с решением этого вопроса просто потому что это используется как кричат давление на хамас что лучше давайте все будет хуже примерно так это рассматриваю а вы считаете что есть шанс на то что они сдадутся ну вот допустим сейчас окружили еще там пару городов родину синуара главаря хамаса ну и вот есть шанс что они вот выйдут поднимут руки пойдут сдаваться это зависит будут ли уничтожены лидеры и то остальные сдадутся лидеры конечно сдаваться не будут а попытаются так или иначе откупиться заложниками и для этого они их держат и вот примерно такая картина поэтому именно это одна из причин по которой ищут именно вот этих скажем лидеров и не исключено что так и произойдет а цвет наши основные союзники соединенные штаты тоже так сказать проявляют беспокойство вице-президент сша кан камала харрис встретилась с президентами египта аль-сиси они обсудили будущее сектора газа после завершения ближневосточного конфликта я напоминаю что президент аль-сиси больше всего на свете пожалуй боится но может быть кроме что жены боится того что палестинцев вытеснет на сенайский полуостров он этого страшно не хочет хотя у него там километровые много километровые десятки сотни квадратных километров пустующих земель там пустыни но тем не менее он не хочет иметь такое таких соседей так вот вице-президент донесла идея сша по планированию будущего газа после конфликта подчеркнула что все усилия могут увеличаться успехом только при наличии четкого курса палестинского народа на создание собственного государства под руководством и так далее так далее да то есть вот это вот опять идут эти мантры о создании палестинского государства я хочу обратить ваше внимание что всегда когда говорят о создании палестинского государства говорят создание палестинского государства которое будет жить по соседству в мире с государством израиль а кто сказал вообще что они будут жить в мире ну вот завтра создадут это палестинское государство и что это отдельный вопрос пожалуйста на него отвечать отдельно но сначала по вашим да все познаете во первых сравнение сейчас будем сравнивать и хочу напомнить, что вся эта война, это она даже не регионального, скажем, уровня глобального. Сейчас пойму почему. Второе лицо Соединенных Штатов находится сейчас в Египте и говорит о будущем палестинского народа. Сегодня же находится в регионе президент России, который поехал сегодня в Саудовскую Аравию, так сказать, в Эмираты. И основной вопрос, который на повестке дня, это решение палестинского вопроса, как основное решение вообще всего этого конфликта на Ближнем Востоке. Обратите внимание, два основных игрока на глобальном уровне, врага, если хотите, поднимают у соседних государств. Именно вопрос того же толка. Оба хотят так или иначе продвинуть эту идею и вероятнее всего возглавить. Поэтому это, я уже сказал, это глобальный уровень, это даже не наш. И так или иначе, палестинский вопрос будет решаться или не будет решаться именно на этом уровне. При, конечно, какой-то мере участия и израильтян и палестинцев, я даже не знаю, дойдут ли до этого, кто будет ему делать или решать. Саудовская Аравия с россиянами или с американцами и так далее по отношению к другим игрокам, все они хотят в той или иной мере принять участие. Поэтому я не очень переживаю из-за того, что госпожа Гарриса разговаривает по этому вопросу, обсуждает вопрос с Египтом, потому что они так или иначе сами по себе тоже должны учесть то, что происходит недалеко от них в Саудовской Аравии и в других странах региона при присутствии президента Российской Федерации, который обсуждает тот же вопрос. Это так. А насчет, скажем, будущего решения палестинской, скажем, той или иной уже не автономии государства, однозначно, что она будет в той или иной мере государством агрессивным по отношению к Израилю, и поэтому Израиль всегда заявляет, что оно должно быть безоружным и должно быть контролируем в военном отношении, иначе оно превратится в то, во что превратилось в свое время газа, и это учитывается. Но это отдельный вопрос. Доживем, посмотрим. А вы считаете, что поездка Путина и его переговоры по поводу будущего газа – это основной вопрос? Или все-таки там скрывается какой-то двойной смысл? Даже тройной, если хотите. Но это основной вопрос. Основной вопрос – он реагирует на якобы на, скажем, региональный конфликт. На самом деле региональный конфликт давно уже. С самого начала он глобальный. Путин – ведущий игрок в этом отношении. И так или иначе он пытается выстроить те или иные новые реалии в его концепции устройства будущего мирового порядка. Будущий мировой порядок означает многополярный мир, сдвиг или выдавливание Соединенных Штатов из разных регионов и захват их места. В этом отношении он теперь так или иначе учится не о палестинском нефтном государстве, а он о том, где будут арабские государства завтра в отношении выбора того или иного лидерства и того или иного, скажем, концепта мирового порядка. В этом отношении он пытается так или иначе не дать им вернуться в соглашение в РАМ, не дать им вернуться в оперативные отношения позитивного тока с Соединенными Штатами, пытаться занять их место. Это основное. А сейчас именно в витрине всего этого процесса находится конфликт Израиля с Хамасом и его рассматривают сразу к палестинских сторон как основное. Но я говорю, это не основное. Основное это действительно то, что я уже сказал. И приятнее всего так оно и будет. С чем он вернется, я не знаю, но сам факт того, что и Саудиты, и другие страны Залива готовы с ним обсуждать этот вопрос. Я напоминаю, что Китай тоже там где-то находится. И он в свое время тоже пытался урезонить и Саудитов, и Иранцев. Так что в этом отношении это та игра. Напоминаю, что завтра Путин тоже должен встречаться уже с лидерами Ирана у себя в Москве. И поэтому это один, так сказать, глубокий, один процесс, который так или иначе увязывается именно в глобальном контексте. Ацви, не могу не задать вам вопрос, как человеку, который был чрезвычайным и полномочным послом в России. Каковы отношения сейчас, на данный момент, между Израилем и Россией? Понятно, что они отличаются от тех, которые были, скажем так, год назад, даже полгода назад. То есть что происходит на дипломатическом фронте? На дипломатическом фронте затишье, это означает, что нет двухсторонних каких-то конкретных негативных или любых других заявлений. На практике Россия однозначно заявила, кроме того, что она уже действовала закулисно, она заявила, что она поддерживает Хамас. Это означает, и она хочет так или иначе решение палестинского вопроса. И в этом контексте рассматривает Израиль как проблему и заявляет об этом. И Израиль не может иначе рассматривать Россию как потенциальную, скажем, потенциальную угрозу своим интересам, как минимум, в регионе. И в этом контексте это смена курса, который был до недавнего времени. Но я напоминаю, что даже времена, скажем, позитивных отношений с Россией, они продолжались уже несколько лет и координировали действия в Сирии, сотрудничали по разным вопросам. Израиль ведет себя очень адекватно в украинском вопросе. Закулисно Россия, да, была совместно с Ираном, соавтором этих, скажем, проблем или реалий, которые существуют сейчас. И в той или иной мере она давно имела в виду именно этот процесс. А Израиль здесь в лучшем случае мог или помешать, или в той или иной мере не вмешиваться, а у России другие интересы сейчас. Так что я рассматриваю это как, скажем, факт. Но с другой стороны Россия не хочет, насколько мне понятно сейчас, не хочет конфликтовать с Израилем, не хочет портить эти отношения до конца. И оставляет возможность так или иначе ставить за собой открытые двери, двери открытые для того, чтобы так или иначе в какой-то мере договориться. Вот в виде примера, например. Если Россия хочет так или иначе участвовать в процессе реализации палестинского, скажем, государства, решения палестинского вопроса, не имея контакта или сотрудничества с Израилем, она это сделать не может. Нужен выход на двух игроков в этом конфликте, в этом отношении Россия должна соблюдать минимум порядочное отношение с Израилем. Я уже не говорю о других аспектах, где так или иначе у России должны быть интересы, и они существуют. Будучи в конфликте с Израилем, она не сможет так или иначе оставаться в нормальном, спокойном положении в регионе, где она присутствует и где она решает свои вопросы тоже. Так что вопрос открыт, но я понимаю, что в той или иной мере найдутся какие-то новые положения, новые основания для продолжения предыдущих, скажем, нормативных отношений, не скажу больше этого. Правильно ли я вас понял, что миролюбивая политика России на Ближнем Востоке, то есть ее стремление внести сюда мир, предусматривает намерение разрушить соглашение Авраама, то есть это мирные договора между Израилем и союзными суннитскими арабскими государствами, то есть вот этот мир, который был достигнут с таким большим трудом, то есть его необходимо разрушить для того, чтобы заняться мирным переустройством Ближнего Востока. Более-менее вы правильно понимаете, это чуть шире, но да, это не только вопрос Израиля и так далее, это вообще конфликт с Соединенными Штатами в глобальном, так сказать, объеме. То есть тот факт, что Израилю удалось достичь мира с соседними арабскими государствами, с которыми Израилю, с Соединенным Штатом, но Израилю в частности, значит удалось достичь долгожданного мира с большинством наших соседей арабских, то есть практически со всеми, кроме там Ливана и Сирии, но они как бы стоят в стороне, то есть все остальные соседние государства, значит с ними у нас мир и не просто мир, но и договор о военном сотрудничестве. И вот это все, значит, мешает России, значит, переустройству, заниматься мирным переустройством на Ближнем Востоке. В этом контексте, так рассматривают Россию, уже в первый же день войны, Израиля с Хамасом уже достигла своих целей, потому что рухнула вся эта система, и все арабские государства однозначно заняли про-хамасовскую или антиизраильскую, если хотите, позицию, значит, то в какой-то мере про-иранскую и про-российскую, что получается. Но они заняли эту позицию на самом деле или риторически? Вот я говорю, но в последнее время они так иначе норовят вернуться в предыдущие, так сказать, реалии, и в этом отношении одна из причин поездки Путина туда, чтобы восстановить этот процесс возврата и как-то задействовать новый процесс, выдавливая туда, так сказать, присутствие или лидерство Соединенных Штатов в регионе. То есть остановить процесс мирного, так сказать, существования и для того, чтобы, значит, выдавить Соединенные Штаты. В какой-то мере, да. В какой-то мере, да. В ширину, да. То есть хорошая миротворческая миссия, значит, России на Ближнем Востоке. Госсекретарь Блинкен заявил, что США намерены предотвратить въезд в страну радикально настроенных израильских поселенцев, в частности, тех, кто подозревается в насильственных действиях по отношению к палестинцам. Причем эти ограничения коснутся даже родственников этих людей. Это вообще серьезный шаг или чистая риторика? И было ли что-то подобное раньше? Раньше такого не было и сейчас, по-моему, тоже не будет. По-моему, это на данном этапе риторика. Но она, вероятнее всего, задействована, во-первых, для какой-то мере реверанса или жеста по отношению к своим оппозиционерам Соединенных Штатов. То есть успокоить те или иные настроения и оказать какое-то давление на Израиль. Решение, что учтите. У нас есть такой рычаг давления тоже. В этом отношении это так или иначе рассматривается как решение будущих вопросов, где Израиль так или иначе не обязательно должен быть, должен участвовать, не обязательно должен быть удовлетворен. Поэтому он должен учесть, что есть возможность давления на него. По поводу Турции не могу не задать вопрос. То есть отношения с турками, мы с вами это неоднократно обсуждали в последнее время в наших программах. То есть отношения, то, что на иврите называется а-ля паним. То есть в дословном переводе, в привязательном переводе, то есть это из ряда вон выходящие. То есть хуже некуда. Вот, нашел я. Хуже некуда, скорее всего. Вот Белый дом пригрозил Турции ограничительными мерами за, с одной стороны, поддержку России и, с другой стороны, за поддержку террористической группировки Хамас. Это Wall Street Journal сообщает. Турецкая компания «Физические лица» рискнут попасть в санкционные списки в случае обхода западных ограничений. Способны ли эти меры в какой-то степени привести в чувство турецкого султана Эрдогана? – Однозначно, да. Есть и есть то, что в конце концов Турция является членом НАТО. И на территории Турции находятся базы Соединенных Штатов, включая разные виды вооружения и все, что с этим связано. Я уже не говорю о том, что в экономическом пространстве Турция так или иначе является в лучшем случае партнером, а если конкретно клиентами Соединенных Штатов и европейцев. Так что она именно в основном живет на той половине света. В этом отношении она позволяет тебе в политическом вопросе решать свои интересы уже в обходы интересов Соединенных Штатов, Европы, НАТО, если хотите. И позволяет себе разные высказывания, выходки, включая вопросы с Хамасом. Поэтому ей пригрозили сейчас, что есть достаточно рычагов давления на нее, и они должны это учесть. Потому что, по-моему, начинают переходить границы дозволивания. Вот и вся картинка. И они вернутся, конечно. Ну, кроме этого, насколько я помню, им сейчас тормознули продажу F-16. Они в результате начали шарить на европейском рынке, хотели приобрести европейские самолеты, европейский истребитель. Но канцлер Германии сказал нет. И опять-таки связал это с позицией Турции относительно Хамаса. Ну, нельзя танцевать на двух свадьбах и параллельно, так сказать. И рассчитывать на то, что не заметят. Заметьте и учитывайте. Ардаган же считает, что все кругом идиоты. Он просто этого даже не скрывает. Кстати, я хочу обратить внимание. Помните эту историю с флотилией, которая должна была, значит, там что-то несколько сотен судов, которые должны были выйти чуть ли не 8 ноября или 10 из Турции. И там планировались 35 яхт из России, там яхты из Италии, Соединенных Штатах. И что-то как-то все это сейчас спустилось на тормозах. То есть где эти яхты, где эта флотилия, где эти грозные риторики Эрдогана? Ну, они понимают, что Израиль так или иначе настроен достаточно решительно и умеют, так сказать, постоять за свои интересы. Напоминаю, предыдущую флотилию тоже, и это кончилось плачевно для турецкой стороны. И Израиль так или иначе, если надо решать свои конкретные жизненные проблемы, он не останавливается. Так что в этом отношении зачем? Можно играть в разные политические игры, но есть границы в изголе. Чтобы закончить историю с турками, с турецким султаном, а как вы расцениваете заявления наших политиков о том, что Бениамин Натаньяк дал распоряжение уничтожить главарей Хамаса, где бы они ни находились, в том числе в Турции и так далее? Это вызвало, естественно, бурю возмущения в турецких разведорганах. Они заявили о том, что в случае, если Моссад попробует только сделать какие-то действия на турецкой территории, это будет расцениваться как нападение на Турцию и так далее. Как вы считаете, это была просто утечка, кто-то ляпнул, или это сознательное, осознанное заявление для того, чтобы опять-таки немножечко поставить на место турков? Я сомневаюсь, было ли это случайным. По-моему, именно это имелось в виду, поставить на место турков. Это угроза Турции. Так или иначе, это не только конкретный вопрос ликвидации разных лиц нежелательных, но это и другие тоже возможности. То есть, турки должны основательно подумать, насколько они готовы портить отношения с Израилем, у которого есть те или иные возможности тоже испортить ее игру. Вот примерно ответ. А правильно ли я вас понимаю, мы как-то беседовали на эту тему с вами в одной из передач, что вот тот факт, что Израиль после вот этого прекращения огня начал снова военную операцию, в чем очень сомневались многие, в том числе и американцы, наши соседи, он с одной стороны, конечно, вызывает там бурю возмущения в арабских странах, там демонстрации, митинги и так далее, но с другой стороны, он показал, во-первых, нашим соседям, во-вторых, Хамасу, в-третьих, Ирану, что Израиль настроен серьезно. Да, Израиль настроен серьезно и это очень отрезляющее развитие событий, напоминая всем, что Израиль настроен серьезно уже очень много лет, и когда у него надо, скажем, есть проблемы на повестке дня, он умеет их решать. Любым методом, включая, конечно, военным, и это основная военная держава в регионе, и это надо помнить даже, когда есть те или иные, скажем, террористические возможности у тех или иных игроков. Я хочу еще напомнить насчет Турции. У нее ведь выбор, в конце концов, она играет на двух полях или на двух половинах. Она, с одной стороны, все, что мы сказали о том, что она член НАТО и все, что с этим связано, но она, так или иначе, она исламское государство, которое хочет быть лидером исламского мира. У нее очень тяжелый выбор. Она пытается сейчас учинить на двух стульях. Она играет на исламском поле и пытается мобилизовать поддержку, именно используя вопрос этой войны против Израиля. В этом отношении весь исламский мир якобы находит совместный интерес или общий знаменатель, и Турция хочет быть лидером. Поэтому она играет и там, и там. Но я ее предупредил, что можно играть, но до определенного уровня. Цви, давайте перенесемся на север нашей страны. По дороге, так сказать, бросим взгляд на хуситов. Сегодня была перехвачена очередная ракета, то есть система ХЭЦ-2 перехватила очередную баллистическую ракету. Баллистическую ракету, я подчеркиваю, которая была запущена хуситами в направлении города Эйлад, где в многочисленных гостиницах сейчас живут эвакуированные с южных и северных районов Израиля. И вот очередная ракета. И все это еще усугубляется кораблями, которые захватывают, вот торговые суда, которые захватывают хуситы. Было объявлено, что американцы вроде сколотили какую-то там коалицию военных судов для того, чтобы препятствовать вот этому проникновению, вот этим нападениям. Насколько это серьезно и когда вообще хуситов поставят на место, на ваш взгляд? Ну, во-первых, хочу напомнить, что они, эти хуситы, хотя утверждают обратно, но они не сами по себе. Это Иран, который играет достаточно ограниченную игру в регионе. У него много не осталось. Из его прокси двое задействованы, кроме Хамаса. Один это, скажем, Хизбалла, который очень ограниченно ведет свои боевые действия на границе с Израилем, стараясь, боже упаси, не превратить это в полномасштабную войну. И второе, это действительно хуситы. С хуситами проблема, потому что они граничат с другими странами региона, которые их опасаются. И поэтому у американцев проблема. Есть давление со стороны Саудовской Аравии не слишком реагировать на эти акции со стороны хуситов, потому что хуситы ответят ударами по Саудовской Аравии. Практически это стоит на повестке дня. И поэтому играют очень осторожно и на минимальном уровне. Собрать амитиско-судов и попытаться так или иначе сдержать или противостоять ракетным ударам. Это одно, наносить удары, ощутимые удары по хуситам. На данном этапе я пытаюсь отодвинуть или сдвинуть этот вопрос в повестке дня именно ввиду Саудитов. И правильно ли я вас понял, что Хизбалла тоже пытается выйти из игры какими-то способами, продолжая обстреливать Израиль, но потихонечку, так сказать, сбавляя градус. Это распоряжение Ирана или это инициатива шейха Насраллы? Ваше мнение? Нет никаких инициатив у шейха Насраллы, все инициативы они иранские. В конце концов, это и есть филиал Ирана, который действует соответственно указанными стигирами, если хотите. В этом отношении было принято решение не расширять воевых действий на другие регионы или участки региона Ближнего Востока. Напоминаю, что там находятся американские флотилии, авианосные флотилии, то что называется, или группы, которые, плюс те, которые были на Ближней Востоке и до этого, весь комплекс американских вооруженных сил направлен именно на них. И есть однозначно предупреждение, как он сказал, don't, не смейте открывать региональный или второй фронт, потому что мы с вами займемся, мы это американцы. Не то, что Израиль, можно с ними справиться, но, конечно, такая угроза, она достаточно, скажем, проблематичная для Ирана. Весомая. Нужно и так, и поэтому они учли, и они вышли из игры. Все-таки, Цви, вопрос, который интересует всех и который я вам неоднократно задавал, как бы, там месяц назад, полтора месяца назад. Все-таки есть, так сказать, признаки того, что американцы все-таки захотят разобраться с Ираном именно сейчас? Или это все пока что, вот пока там выборы и так далее? По-моему, они оставят это на лучшие времена, уже разобрались. Уже разобрались. Я хочу обратить внимание, что присутствие американского флота направлено против Ирана. Это разборки с Ираном, это военная угроза. И наносить удары нет необходимости, если само присутствие действует. Это сдерживание, оно сработало. Поэтому Иран сдерживает сейчас вооруженными силами Соединенных Штатов. И в будущем, если он пресечет красные линии или запрещенные, скажем, линии, то будут наноситься и удары по нему со стороны Соединенных Штатов, других членов, скажем, НАТО. И я не исключаю Израиля тоже в этом контексте. Он постоянно напоминает, что у него есть возможности разобраться с Ираном тоже. Спасибо. Спасибо большое. Цвимаген, политолог, экспо-способ Израиля в России и Украине, дипломат. Спасибо за этот интересный анализ. Я напоминаю, подписывайтесь на наши каналы в Ютубе. Кто хочет помочь каналу, пожалуйста, там кнопочка суперспасибо и стать спонсором. Мы благодарны за любую помощь. А на этом наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Победа Израилю.